топ-10 самых вредных продуктов досмотрите до конца будет интересно вы редко следим за тем что мы едим а некоторые продукты могут быть коварными для нашего организма делаем скидку что некоторые люди все же следят за своим рационом но все же большинство об этом даже не задумывается первым нашим клиентам является все переработанное мясо а то есть сосиски колбасы сардельки все что подается под видом мяса но на деле это совсем не так диетологи советуют продуктом номер один исключить колбасы в любом виде почему же наверное все думают что колбаса состоит из мяса но на самом деле мясо там не больше 10 процентов остальные 90 процентов это огромное количество дешевых жиров и транжиров сейчас на производствах такие технологии что можно добавить любой вкус киде а то мясо которое попадают колбасы состоит из отходов мясных конечно нежный розовый цвет колбасы создает нитрат натрия но самое вредное это жидкий дым это вещество которое имитирует вкус копчености европе его уже запретили а вот в наших странах он еще используется дальше у нас на горизонте сладкие газировки сама газировка это сироп который имеет жидкую форму и пузырьки 05 литра колы содержится 25 ложек сахара также в ней содержится много консервантов и красителей самое вредное это наличие фосфорной кислоты она влияет на обмен кальция в организме если употреблять ее очень много то газировка начнет выводить его из организма это особенно вредно для детей и подростков ведь их скелет еще формируются следующий брат газированных напитков это все что жарится во фритюре а то есть чипсы картошка free и любимые крылышки кефси каждой пачке чипсов содержится глютамат натрия и фосфат натрия а все жареные курочки во фритюре это канцероген следующий популярный продукт это майонез домашний конечно кардинально отличается от промышленного промышленные миксуют и транжиры и красители и ешки транжиры вкусные но таят в себе скрытую угрозу они долго выводятся из организма и является канцерогеном европе уже начали бороться с этими транжирами но пока добились только чтобы их маркировали на упаковках разной продукции крабовые палочки и почему они так называются ведь краба у них нету производители утверждают что используют при изготовлении рыбное мясо но на деле они являются отходами рыбного производства в них также есть наполнители ароматизаторы консерванты все вы любите есть консервы так вот они следующие в нашем списке все они являются не очень здоровым продуктом диетологи всего мира заставляют своих пациентов отказываться от этого вида пищи обратите внимание на состав если там есть сахар то он ведет дисплазии соединительной ткани это уже даже звучит не очень уверенно исключайте это из рациона еще один популярный продукт это соль да как ни странно всего в день можно до 5 грамм соль нарушает баланс жидкости в организме она может привести к почечной недостаточности проблем с сердцем и артериальным давлением кстати большое количество соли является канцерогеном и очень много в чипсах и прочих топинга к пиву любая зелень она вся богата нитратами и все что растет близко к земле и худшим из худших по количеству нитратов является шпинат содержание в нем нитратов превышает 50 раз но его едят вот только нужно вымочить его воде как минимум два часа иначе дозу нитратов получите мощную и будете как моряк папай как вы думаете что будет следующим продуктом йогурты смотрите если это молоко и закваска то они могут быть реально полезными и безвредными но те йогурты которые мы привыкли видеть супермаркетах это совершенно не то делают их на основе сухого молока и добавляют туда разные загустители а также крахмал а крахмал является и сам загустителем фруктовые соки наверное вы часто давали предпочтение не бутылки кока-колы а пакетированному соку на самом деле это не так ведь пакетированные соки напичканы не меньше чем газировки мякоть которую вы видели в апельсиновом соке это рубленая капуста а натурального сока там по минимуму все остальное это сахар и ароматизаторы блестящие яблоки то уж спорить выглядят они красиво так и хочется купить и заточить но это лишь маркетинговый ход а натирают их парафином который смыть почти невозможно потому что он гидрофобное вещество естественно пищу его употреблять категорически нельзя но внутренность есть можно срезав кожуру яблоко и во всех остальных овощах тоже желательно срезать кожуру ведь их обрабатывает пестицидами которые распыляют для защиты плодов от паразитов а сами они оседают потом на плодах расскажите в комментариях что вы из этого употребляете от чего отказываетесь подписывайся на канал и взгляни на этот ролик до скорого